Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях активисты села Немчиновка. Здравствуйте, Полина, Марта. Здравствуйте. Рада вас видеть в нашей студии. Буквально через несколько дней, точнее 22 сентября, в вашем поселении пройдет экоакция. Хотелось бы сегодня поговорить подробно об этом. Да, действительно. 22 сентября, в это воскресенье, с 11 до 3 часов дня пройдет даже не экоакция, это будет настоящий эко-праздник, куда мы приглашаем всех соседей. Это была наша совместная идея вместе с соседями, инициативной группой села Немчиновка и Ромашково. Мы будем не просто собираться издавать вторсырье в переработку, но у нас будет организована и зона обмена, за которую отвечает Полина. Будут раздаваться бесплатные книги для детей по экологии, которые напечатало правительство Московской области. Соседи будут приносить угощения. Включим негромко музыку и будем вот таким образом радоваться. В какой момент родилась идея, что просто акцию захотелось превратить в настоящий праздник, можно сказать, добрососедства? Это слово тоже сейчас очень модное, актуальное, да, все выходят, все знакомятся, все как-то вместе болеют душой и сердцем за родную территорию. Ну, на первых акциях по раздельному сбору у нас было 20 человек, потом 100 человек, потом 150 человек. И мы стали знакомиться с соседями-единомышленниками, кто тоже занимается раздельным сбором. И вместе нам пришла такая идея в голову сделать не просто акцию по раздельному сбору, а именно праздник. Потому что у всех, кто приходит на акцию, это событие ассоциируется с чем-то радостным. Нам всем нравится этим заниматься. И поэтому мы решили переименовать ее к акции в праздник и добавить туда нотку веселья. Полин, расскажи за ту зону обмена, за которую отвечаешь ты в этот раз, что это такое более детально? Это замечательное место, куда можно принести, к примеру, одежду, книги. Одежду нужно приносить в чистом виде, и это позволяет, например, сэкономить денежку. Потому что вместо того, чтобы пойти в магазин и купить лишнюю кофточку, вы можете прийти и подобрать для себя хорошую одежду. Я уверена, что она будет красивой. Также можно приносить книги и ими обмениваться. То есть, получается, будет проходить на акции обмен одеждой, обмен книгами, могут ли быть игрушки детские, которые в огромном количестве, мне кажется, представлены в каждом доме. И зачастую родители просто не знают, куда одевать всю эту красоту, которую в большом количестве каждый покупает своему ребенку. Ну, мы пока не анонсировали обмен игрушками, потому что боимся, что просто нам не хватит волонтеров. Просто вас завалят мягкими мишками. Да, мы пока боимся этого, поэтому чуть-чуть решили с этим подождать. Почему именно одежда? Ну, как-то буккроссинг, он такой более популярный. Почему одежду решили тоже сюда подключить? Потому что это замечательная альтернатива покупке вещей в магазинах, и это позволяет сохранить природные ресурсы. Если говорить о вторсырье, что будете принимать в этот раз, в каком виде? Принимаем очень много, как обычно. Разный пластик, бутылочный пластик, небутылочный, мягкий пластик, пакет с пакетами. У многих дома такое есть. То есть, его тоже можно приносить? Да. Нужно? Нужно приносить и пакет с пакетами. И отказываться все-таки от протиленовых пакетов, да? Переходить на более экологичные. Да, причем обратите внимание, что лучше переходить не на крафтовые пакеты или бумажные пакеты. Это миф, что они экологичнее. Лучше переходить на одну постоянную авоську. Или если уже вы купили пакет в вашей жизни, то пользуйтесь им до свадьбы внука. До самого последнего вздоха лучше как бы им пользоваться, потому что бумажный пакет, он все-таки рвется. И из-за этого приходится покупать новые, поэтому это менее экологично. Ну, мне кажется, для нас авоська не представляется чем-то нереальным. В общем-то, в советское время это была сумка в каждом доме, поэтому для всех такой привычный образ, но при этом очень экологичный. Как раз соответствует современным трендам. Еще что будете принимать? Я видела в вашем анонсе, что было указано, даже принимайте батарейки. Да, у нас обновление. Теперь мы принимаем батарейки, можно их приносить. Плюс из редко принимаемого мы будем принимать зубные щетки, пластиковые карты, очки с диоптриями на благотворительность. Это хорошие, не битые, в хорошем состоянии. Пластиковые полки из холодильника, это сам пластик, отдельный вид. Зонтики. Вот такие вещи можно приносить. Дозаторы, которые остаются из-под упаковки, например, бытовой химии. То есть теперь, в общем-то, вот вы сейчас перечисляете, я понимаю, что все это я выкидываю просто в мусорное ведро, а могла бы тоже принять участие в акции и вступить в ваши движения и приобщиться к раздельному сбору мусора. И я думаю, что таких еще много. Действительно, наверное, таких людей много, ведь мы сами занимаемся не так давно раздельным сбором. Но не стоит испытывать чувство вины, наверное, стоит обрадоваться, что такая возможность есть. И по мере сил, по возможности что-то начать откладывать и привозить в пункты переработки или на акции по раздельному сбору. Вы уже сказали о том, что есть и благотворительное ответвление в вашем празднике. Благотворительность и раздельность сбора мусора, это как бы одно вытекает из другого? Или вы в дополнение просто решили заняться и этим движением в том числе? Вот вы сказали сейчас про очки. То есть обмен одеждой это тоже своего рода благотворительность. То есть это помощь тем, кто в этом нуждается или не может себе позволить обновить гардероб по каким-то причинам. Ну, наше движение, оно в принципе, само собой, это благотворительность, поскольку никто из нас не получает финансирования за то, что мы делаем. Мы получаем только хорошее настроение. Но нам и этого достаточно. Да, действительно, вы правильно отметили, что одежда, которая останется после дресс-кроссинга, невостребованная, она уедет на благотворительность нуждающимся людям. И очки, там те же с диокторами, они тоже уедут на благотворительность. То есть это хороший способ не выкидывать ненужные вещи, а поделиться ими с тем, кому они будут полезны. С кем вы сотрудничаете, кому будут доставлены все эти вещи? Потому что для человека, который приносит и что-то отдает, да, отдает свою какую-то вещь, для него, конечно, очень важно, что с ней будет потом? Проект «Добрые вещи» принимает у нас одежду. То есть каждая дойдет до адресата? Да. Если говорить о вторсырье, будет ли экотокси в этот раз тоже работать? Конечно, приедет экотокси, которая все заберет и увезет на склад собиратора. И со склада собиратора разные фракции уедут к разным переработчикам. В Московской области более 400 перерабатывающих предприятий, и все из них испытывают недозагрузку. Всем не хватает сырья. Поэтому наша задача – дать им работы и загрузить их. Марта, сколько времени вы уже этим занимаетесь? То есть какой период прошел с того момента, когда вас было всего лишь 20, а теперь порядка 200 человек собираются на каждую акцию и активно участвуют в этом движении? Первую акцию мы провели в конце лета, и сейчас уже у нас, как вы сказали, почти 200 человек. Полина, когда вы присоединились к этому движению, и вообще насколько поддерживаете раздельный сбор мусора? Почему считаете это важным? Потому что чистота начинается с каждого из нас, и очень важно, мне кажется, с самого детства – это воспитать человека. И где-то примерно в конце июня я стала отдельно собирать пластик, и на самом деле, если начать, то потом ты становишься экологичнее, экологичнее. Это уже так заразительно, ты покупаешь себе экологичные тетради для учебы. И я думаю, это очень важно, потому что я хочу, чтобы мои будущие дети жили в чистой и экологической стране. Поддержали ли тебя твои родители, твои друзья, кто-то присоединился из них? Как они вообще отнеслись к твоей идее раздельного сбора мусора? Родители поддержали, мама поддерживает меня. И, ну, насчет… Некоторые люди не совсем понимают этого. Они думают, ну, зачем тебе это нужно? Ну, там, твой один пакет ничего не решит, не решит проблему глобальную на планете, не решит проблему океана. Я считаю, что всё начинается с нас, чистота начинается с нас. Вот. Ну, это правильно, да? Ну, если так посчитать, то есть, если даже каждый человек на планете не выбросит хотя бы один пакет или одну пластиковую бутылку, ну, наверное, планете удастся сделать хотя бы один лёгкий вздох. Конечно. Какие у вас планы на дальнейшее? Как планируете развивать дальше это движение? Приближается зима, будут ли продолжены акции, включатся ли сюда субботники? Да, планируем развивать в формате уже эко-праздников, потому что предчувствуем, что это будет очень интересно, и всем этот формат понравится, чтобы все о нём говорили и хотели. Вот. Поэтому хочется развивать именно формат таких больших соседских праздников, когда все собираются, всё приносят, меняются, угощают друг друга, слушают музыку, проводят эко-квест для ребятишек. И пусть холод нам не помешает. Конечно, хотелось бы провести субботник. Я надеюсь, что мы успеем в следующий раз ещё организовать, помимо эко-праздника, ещё и субботник. Всё-таки благодаря этому движению соседи стали лучше общаться, вы стали все дружнее. Да, мы объединяемся. И какие-то уже общие проблемы, наверное, решать гораздо проще становится. Действительно, когда необходимо собрать подписи за какую-то инициативу, то нам гораздо проще объединиться. У нас есть чаты, в которых мы общаемся с соседями, есть чаты инициативной группы, в которых мы решаем какие-то совместные вопросы, выбираем стратегию, как инициативная группа будет продвигаться к тому или иному решению. И действительно, нам после таких акций стало проще. Если говорить о поддержке администрации поселения, оказывает ли она вам её? Да, каждый раз, когда я обращаюсь в администрацию, очень легко и быстро я получаю поддержку. В этот раз нас ещё поддержала управляющая компания «Чистый город», администрация посёлка Немчиновка, у нас очень налажен с ними контакт, поэтому я очень рада, что мы в таком так легко и просто сотрудничаем. Я же правильно понимаю, что вы приглашаете не только жителей села Немчиновка и Ромашково? Вы, собственно, готовы принять всех жителей Одинцовского городского округа? Да, пожалуйста, приезжайте все, мы будем вам очень рады, будет здорово, будут угощения. Давайте ещё раз напомним, когда, где сбор участников, во сколько и что необходимо с собой принести, ну, помимо угощений. Это самое важное, и всё уже запомнили угощение. Печенье, конфеты приветствуются. Дорогие соседи, жители Одинцовского округа, приглашаю вас на прекрасное мероприятие уже в это воскресенье, 22 сентября, с 11 до 3 часов дня, по адресу Советский проспект 100, на эко-праздник. Приезжайте, берите с собой пластик, стекло, металл, бумагу, макулатуру, батарейки, батарейки не забудьте, лампочки пока временно не принимаем, но мы стремимся к этому. Возможно, какие-то зубные щётки, сиди-диски или очки с диоптерами, зонты. Ну и, как вы уже сказали, угощение. Будем вместе спасать планету и радоваться жизни. Встречаемся все 22 сентября в селе Немчиновка на эко-празднике. До встречи. Спасибо вам за интересную беседу. Надеюсь, что в этот раз вы побьёте рекорд, и численность с 200 увеличится. Ещё больше. Спасибо, Марта, Полина, что были с нами. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на телеканале ОТВ. До свидания. Оставайтесь на телеканале ОТВ. Оставайтесь на телеканале ОТВ.